всем привет я лена обещаю я из ближайшего подмосковья город железнодорожный и улица мне такая советская живу я в таком советском советском месте опять как всегда продумала весь текст и как всегда буду говорить с паузами но уж извините меня сейчас интересует тема которая хочу поговорить называется на хотят ли русские войны вот что сейчас происходит то есть сейчас у нас по телевизору идет телесериал на тему как путин воюет в сирии и как он побеждает игил конечно и гилл и гилл и гилл и гилл самое интересное что никто кроме россии не считает что путин воюет в сирии с игиллом дело в том что в серии есть ну как в мусульманском мире есть суниты есть шииты вот все постсоветское пространство насколько я узнала из интернета мусульмане постсоветского пространства является сунитами но это приблизительно различия как у нас там допустим христиане да то есть есть православные а есть вот католики у мусульман тоже есть свое деление вот на сунитов и шиитов и и в сирии вот этот осад который там тиран страшный 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 и так далее то есть он является шиитом а оппозиция к власти у них является суницкой а вот игилл они тоже базируются на сунитских вот этих вот на сунитском направлении мусульманство в результате чего то есть защищая осада россия вмешивается в религиозный конфликт сунитов и шиитов есть у меня есть две версии ну точнее одна версия что господин путин решил одним выстрелом убить двух зайцев там трех ну сколько повезет ну то есть давайте по пунктам если мы делаем вид что мы бою им судил соответственно господа госпожа кахачество пришло пришло кахачество пришло моё кахачество вот если мы бою им судил то теоретически нас должен уважать мир современный который стремится предотвратить всевозможные террористические организации по всему миру и так далее и так далее но мы воюем не с игилом просто между осадом и игилом посередине находятся другие суниты которые являются оппозиционными к осаду и прежде чем добраться до игиловцев нужно вот этих вот сунитов подвинуть уничтожить еще что то то есть там идут разборки вопрос зачем почему именно сейчас почему не раньше почему не позже почему именно сейчас дело в том что система пропаганды путинской система путинской пропаганды стала как бы ты так правильнее сказать хи 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 киса она провела к тому что люди не доверяют тому что они видят и как бы так сказать ну вот слова слова забыла в общем путинская команда откровенно понимает что в припой не красиво не идет мне это путинская команда понимает что в принципе их время закончилось то есть их время и стекло и вот называется не загоняйте крысу в угол в данном случае наша власть находится в углу и она поступает по принципу как поступает загнанная в угол крыс она нападает губисты подумали обсудили решили и пришли к такому выводу что если просто убивать оппозиционеров вот как немцова что это дает это дает власти больше минусов чем плюсов ну вот немцов мост здорово то есть оппозицию можно загнать замажая они там будут где-то замажаем значит проводить свои митинги при этом оппозиция от этого выиграет потому что она будет проводить митинги в окружении той аудитории когда которая под кремлем не бывает про митинги не знает и в принципе никогда не не узнает когда проводятся митинги митинга об этой самой оппозиции узнают жители митинга то есть те которые вот в интернете в оппозиционные все эти вот места не ходят и в принципе в центре москвы не бывает то есть у них дом работа хорошо если есть дача если нет дачи то просто побухать где-нибудь а тут значит оппозицию в митинга загнали и и и ну оппозиция не хочет в митинга то есть она там она хочет где-то в центре собираться им же удобнее со всей округе съезжаться в центр но весь нюанс в том что оппозиция в этом не права вот эти вот все возможные митинги оппозиционные их надо проводить по спальным районам это позволяет привлечь к себе внимание людей не находящихся в центре будний день вечер люди где находятся люди едут в спальник ну ладно это я отвлеклась к вопросу зачем нам сирия смотрите на чем поднимался путин чечня теракты я искренне не верю в чеченский след в терактах я искренне уверена в том что все теракты которые были в москве в россии они все организованы фейсбэшниками то есть это мое глубокое личное убеждение у меня нет доказательств которые можно было бы предъявить я не как бы сказать ну не компетентна в этих вопросах но есть понятие логика логика событий логика действий и согласно этой логике эти теракты были выгодны только Путину и его окружению то есть это единственные люди которые выигрывали от того что происходили теракты то есть не было ни одной стороны которая бы получила от этого плюсы в том числе и Чечня может быть это делали чеченцы возможно им даже платили денег кому-то не платили кого-то хоронили ну то есть в общем сложная задача ситуация сейчас у Путина крайне тяжелая ситуация то есть все то есть их срок заканчивается их время заканчивается они прекрасно это видят так как последние вот эти вот песчинки песка то есть их время не уходит но они хотят продлить это время а заметьте как они повторяются да то есть вот он там сначала какие-то амфоры доставал недавно вот снова был батискав то есть у них есть наработанный сценарий который они прокручивает по кругу раз-два-три ну то есть он работает надо же использовать теракты же работали то есть народ считал что Путин спасает Россию от терактов Путин спасает Россию там от экономического кризиса тут вдруг все схлопывается выясняется что никакого спасания то есть подъема экономики не было что это просто была цена на нефть и цена на газ и цена на нефть и на газ упала и она не будет подниматься пока Путин власти то есть она не может подняться я когда-нибудь я когда-нибудь расскажу об этом почему она не может подняться почему она не будет подниматься пока она власти вот но если они долго засидятся то и после их ухода она уже не поднимется, потому что мир, он перестраивается. То есть сейчас, если в период, когда рухнул Советский Союз, нас приняли в ВТО, и мир стал строиться так, чтобы с учетом того, что мы можем предложить миру. Так как мы миру могли предложить только газ и нефть, то вот они, наш газ и нефть, встроили в свою систему экономики. Сейчас выяснилось, что мы не являемся добропорядочными партнерами, и они строят свою систему экономики, отопления всего-всего-всего, в обход нас. То есть они этот вопрос решат. Куда делся? Решат. Опять возвращаемся к вопросу, зачем нам Сирия? Очень удобно. Дело в том, что оппозиционеров сажать смысла нет. Потому что когда ты сажаешь оппозиционеров, они куда попадают? Они попадают в тюрьму. Что такое тюрьма? То есть это ситуация, в которой есть много людей, и они не могут разойтись. То есть поле для агитации просто огромное, и время ровно столько, сколько там прописано в этой статье. То есть фактически они берут оппозиционеров и создают им как бы места и плацдарм для агитации. До них это наконец начинает доходить, что в принципе сажать оппозиционеров, ну то есть здорово. То есть как бы вы посадили одного оппозиционера, оттуда выйдет несколько сот. Тех, кто до этого, вот как бы вообще все были далеки от политики, от всего, от всего, от всего. И они пришли к выводу, что надо убивать. Но убивать надо так, чтобы Запад тебя за это еще и похвалил. Идеальный вариант. То есть мы вместе с Западом боюем с ИГИЛ. ИГИЛ очень плохой. Он устраивает с помощью наших чеченов и как бы членов ИГИЛ, находящихся на территории России, теракты в Москве. Очень удобно. Малоизвестных оппозиционеров, то есть как бы людей, не оппозиционеров, но как бы непривычно активных и так далее. То есть очень удобно, когда эти люди начнут гибнуть в терактах. То есть, с одной стороны, да, то есть мы вот население запугиваем, то есть как бы вот у нас тут. Можно начать проверять паспорта. Можно устроить комендантский час. Ну, у нас же как бы теракты. То есть поэтому мы предотвращаем, то есть Путин будет предотвращать эти теракты. И благодаря этому можно устроивать обыски, налеты. То есть можно кого-то подставлять, да. То есть одних можно в терактах убить, других можно обвинить в это самое, в создании этих терактов. А можно убить и сказать, что они же это и сделали. Ну, то есть как бы поле для фантазии у наших ребят, оно широкое. Ну, вот, наверное, то, что я и хотела сказать про Сирию. Война с эмитов, с шиитами. Дело в том, что мусульманский мир сейчас находится где-то на уровне 17-18 века Европы. И там вот, когда шли вот эти всевозможные религиозные войны, там, течения, еще чего-то, еще чего-то. Дело в том, что эти войны не имеют начала, не имеют конца и не имеют победителя. И мы в этих войнах, ну, то есть как мы, то есть это не мы, это они. То есть в этой войне господин Путин надеется получить свой двойной интерес. Уважение Запада и возможность безнаказанно убивать оппозицию. Ну, в общем, печально. Очень печально. У меня на этой пончике даже развивается паранойя. Ну, я с ней борюсь. Вот, стараюсь ей не поддаваться. У меня вот тут ремонт в соседнем доме начался. Там что-то крышу ремонтируют. А у меня под домом, значит, подвал. И вот там лежат эти, как они, деревянные такие поддоны, на которых мешки привозят. И вот привезли вот такие мешки, в которых что-то сыпучее. И загрузили в этот подвал. А у меня же под окном, я там смотрю. В общем, переживаю. Переживаю. Россию уже объявлен джихад. То есть, причем объявили не только игиловцы, но и огромное количество других сенитских организаций. Ну, потому что бомбим же мы пока не игил. Пока мы бомбим всех. Ну, не мы, они. То есть, Путин власть. То есть, они пока не игил бомбят. То есть, они бомбят другие сенитские организации. Но это же, ну, как бы, они там взаимосвязаны. Это же их мир. Джихад нам уже объявлен. Нам уже театральность показали предотвращенный террористический акт. В общем, в дальнейшем, ребята, ждем трупов. И, к сожалению, к сожалению, то есть, те, кто... Еще это имеет под собой такую направленность запугать. То есть, наверняка власть знает, что народ догадается о том, что происходит. И, возможно, от нас ждут, что мы испугаемся. И мы будем бояться. Бояться открыть рот, чтобы вдруг в твоем доме, в твоем подъезде не произошла... Не произошел террористический акт, организованный какой-то там сенитской организацией. Вот. В наших погонах. Ну, это детали. Страшно. Делай, что должен быть, что будет. Ну, каждый сам для себя решает. Каждый сам для себя решает. Ну, не знаю, жить в таком рабском мире. Жить в состоянии страха. Когда собственные власти срывают собственные дома. Ну, не собственные. Они в этих домах не живут, понятно. Они не переживают. То есть, там вот у нас там было объявлено что-то. А что? Мы терактов не боимся. Нам же все равно. Знаешь, не боятся. Гопники на районе. Они же не боятся, что на них гопники нападут. Не, может быть и настоящие теракты тоже будут. Ну, в общем, у нас будет этот самый, как бы, два в одном, да? То есть, у нас будут теракты, организованные сунитами. Вот. И будет второй поток. То есть, теракты, организованные сунитами, сунитами. Тиноидами. Тислиди, поразуй в хозяйку. Кудисья. Кудисья. Кудисья, помаши всем лапкой. Лапкой помаши, помаши лапкой. Так, она меня кусает. Ладно, иди, киса. Вот. Ну, в общем, ребята, нас ждут тяжелые времена. Ну, в общем, всем удачи. И не забывайте, делай, что должен, и будь, что будет. Всем пока.